Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Юрий Евгеньевич, все-таки хочу задать вопрос. Я понимаю, что уже многие успели на него ответить. Интересно именно ваше мнение. Какие версии подрыва самолета Пригожно вообще есть? Лично вы рассматриваете и к какой склоняетесь? Вы имеете в виду техническую версию? Техническую, да. Пока что техническую. Как это было сделано? Да, ну есть две основные версии. Третьего просто не дано. Первая версия – это то, что была запущена зенитная ракета с Земли, которая поразила этот самолет. Вторая версия – об этом тоже очень много говорят. Куда-то в самолет была заложена взрывчатка. И, соответственно, видимо по какому-то сигналу, радиосигналу в определенный момент времени там, где этот самолет находился на подлете к, ну как я понимаю, к резиденции Путина в Тверской области, на Валдае, ну значит там был произведен взрыв, он рухнул. Вот две версии. Ну и вам все-таки кажется более вероятность, что заложена была бомба в шасси или нет? Ну, мне трудно сказать, куда именно была заложена бомба. Я-то склоняюсь к версии о том, что все-таки самолет был уничтожен взрывчаткой, которая была заложена куда-то, вполне возможно, что где-то в районе шасси. И я попробую объяснить, почему я так думаю. Ну, первое такое косвенное, но все-таки весьма убедительное свидетельство или доказательство точнее, это ремонт самолета незадолго до того, как он пошел в последний свой полет. Погибшая бортпроводница этого самолета своему брату или жене брата звонила незадолго до вылета и, в частности, упомянула о том, что почему-то, непонятно зачем, самолет был на днях, ну, то есть несколько дней назад отправлен в ремонт. Но это очень удобный момент для того, чтобы специалисты соответствующие заложили взрывчатку, ну и так далее. Что касается версии о том, что самолет был сбит ракетой, ну, теоретически это тоже возможно, но видите, какая штука. Для организаторов этого террористического акта использование ракеты, ну, зенитной ракеты, соответственно, какого-то расчета батареи или комплекса ПВО, который такую ракету может запустить. Это, в общем, уже достаточно серьезный комплекс, который может сбивать самолеты на высоте 80 лишних километров. Значит, ну, это вовлечение в операцию довольно много лишних людей, потому что, ну, непосредственно командир потенциального комплекса, который мог это сделать, он должен иметь соответствующий приказ своего непосредственного командачальника. Если приказ сбить самолет покажется ему странным или преступным, он имеет право, это он офицер, командир этого батареи, он офицер, он имеет право обжаловать этот приказ. Ну, действительно, а так вот непричастного к делу человека и каких-то его подчиненных, потому что это не один человек, это несколько, ну, обычно это два или три человека, значит, он должен как-то обосновать свое решение сбить гражданский самолет. Ну, вы понимаете, для любого нормального человека, который не увлечен, не завербован, это, в общем, большой, крайне большой риск, вообще непонятно, зачем сбивать гражданский самолет. Нет, я думаю, что тут, конечно, была заложена взрывчатка, на мой взгляд. Юрий Евгеньевич, я хочу перейти к другим, в том числе, темам, потому что на фоне, естественно, этой смерти уже все немножко меркнет, но, тем не менее, были и другие важные события. Украинская военно-разведка заявила, что ее подразделения высадились в аннексированном Крыму, произошел бой с участием лодок и авиации. Вот я прежде всего хочу спросить, на ваш взгляд, какие тактические задачи подобных атак? Ну, вы знаете, каких-то серьезных задач, наверное, такая высадка решить не может. Это просто демонстрация того, что побережье Крыма, Крымское побережье является уязвимым. Там могут высадиться подразделения спецназа Главного управления разведки. Но это значит, что российское военное командование или российские пограничные войска не могут обеспечить более или менее надежную защиту берегов и границ Российской Федерации. Ну, это, конечно, оплеуха, оплеуха пограничникам прежде всего. Они же должны сделать, обеспечить, чтобы граница была на замке, ну и морская граница тоже, но они обеспечить это не могут. Ну, то есть, опять же, подобные атаки, это скорее, они оказывают психологический, да, такой эффект, нежели тактический? Ну, прежде всего, да. Но, опять же, очень многое зависит от того, в каком районе произошла высадка. Если предположить, что в этом районе находится, ну, например, какой-нибудь комплекс противокорабельных ракет, они называются БАЛ или Бастион, ну, есть БАЛ, есть Бастион, они разными ракетами пользуются. Значит, ну, вполне возможно, что группа, имела диверсионная группа, ГУР, имела задание уничтожить, захватить, уничтожить такой комплекс. Это было бы очень большой потерей для российской армии. Ну, собственно, вот этот спецназ, который высаживается, десантники, они высаживаются, наверное, не только для того, чтобы продемонстрировать, ну, оказать психологическое воздействие. Но эти люди натренированы и готовы к тому, именно к тому их вот так учат, их так тренируют, чтобы захватывать военные объекты. Таким военным объектом на берегу, ну, скорее всего, является, там, недалеко от берега, является комплекс противокорабельной обороны. Вот его могла быть, я начинаю здесь просто фантазировать в известной мере, но если бы я планировал такую операцию, я бы поставил перед спецназовцами задачу захватить и уничтожить вот этот комплекс противоракетной, противокорабельной обороны. Еще один интересный сюжет случился недавно. На украинской авиабазе приземлился российский вертолет Ми-8. Вскоре оказалось, что его пилота выманивала украинская разведка, ну, в общем, с ним договорились. И вот здесь тоже все тот же вопрос. На ваш взгляд, в чем цель уже таких операций, которые проводит в свою очередь разведка? Это заполучить технику или есть какие-то дополнительные мотивы? Нет, я думаю, что заполучение техники было, конечно, вторичным результатом этой операции. Насколько я читал, то, что писали коллеги в Украине, ситуация выглядела следующим образом. Военной разведке, по-моему, военной разведке Украины удалось завербовать офицера, российского офицера, который, ну, пилотом вот этого вертолета, ну, как многие пилоты, он имел доступ к достаточно секретной информации, в том числе к планам проведения операций тех или иных операций, тех или иных акций, точнее, вот этих вертолетных частей, которые действуют против Украины. Это, естественно, позволяло вооруженным силам Украины готовиться к понимать, где готовится наступление или где готовится, ставили на боевую операцию российских войск, которую будут поддерживать вертолетчики, ну, вот ударные вертолеты, в том числе Ми-8, ну и так далее. Ну, видимо, этот офицер имел, как я понимаю, имел доступ к определенной секретной документации, не только к той, которую я, значит, назвал. Это нормальная вещь. Он в течение нескольких месяцев передавал вот эту информацию, что, конечно, было большой поддержкой, большой помощью на вооруженным силам Украины. Затем, ну, рано или поздно, такие люди, значит, могут попасться. Он, видимо, решил, что, или посчитал, обоснованный или нет, что, значит, за ним следят или что он, значит, оказался в каком-то поле внимания контрразведки. А тогда была проведена очень интересная операция по выводу, как говорят на этом профессиональном языке, разведчики и контрразведчики, была операция по выводу его семьи в Украину через Белоруссию. Ну, видимо, семья поехала в Белоруссию, а оттуда каким-то образом, ну, детали, конечно, никто не раскрывает, их перебросили в Украину, перевезли, перебросили я уж не знаю, что там, как это все происходило. Ну, и вот он посадил, значит, очередной полет, он перелетел, видимо, линию фронта по договоренности с кураторами из гор, посадил самолет, посадил вертолет на, ну, в том месте, в каком, значит, была достигнута договоренность. Садился вертолет, оказался вполне себе, посадил благополучно, то есть ее можно использовать. Естественно, там были какие-то, какие он вроде бы перевозил какие-то приборы, необходимые для, ну, для чего, я не знаю, ну, какая-то, какие-то приборы, не просто документы, но вот эти приборы внимательно изучают специалисты в Украине, но он, ну, значит, где-то там находится. И, как писали СМИ, в Украине находятся в вполне комфортабельных условиях со своей семьей. Да, Юрий Евгеньевич, как раз хочу подхватить эту историю, вы подробно рассказали о том, собственно, как эта операция происходила. Ну, и сейчас я продолжу. Спасибо вам большое, Юрий Федоров, военный эксперт, к нам подключился. Привет, друзья! Спасибо, что вы смотрите канал «Популярная политика». Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Станетесь спонсором канала здесь, на Ютубе, либо на Патреоне. Спасибо вам и до новых встреч! Продолжение следует...